Произведения Людмилы Улицкой Он мог видеть органы человека через кожу. Но этот дар с ним был не всегда. Однажды судьба ему предоставила встретить ту женщину, с которой дар не пропадал, которую он очень сильно любил. Это была хрупкая девушка, которая стала его пациенткой в годы войны. У нее было заболевание достаточно тяжелое, и Кукотский спас ей жизнь. После того, как она пришла в себя, он узнал, что у нее есть дочь, которую впоследствии он полюбил как свою и удочерил ее. Всю свою жизнь Кукотский выступал за права женщин и добивался того, чтобы государство максимально поддерживало их здоровье и помогало им всячески. Но это было достаточно сложно сделать, и на этой почве случилось так, что их семейная жизнь разладилась. Елена со временем стала уходить в себя, стала забывать многие вещи, начала вести тетрадь, в которой она записывала все воспоминания, чтобы хотя бы как-то остаться в уме. Дочка Татьяна росла, и однажды в их семью попал еще один ребенок, которого они удочерили, это была девочка Тома. Тома была полной противоположностью Татьяны. Татьяна красивая, общительная девушка Тома, внешне непривлекательная, но очень усердная и стремящаяся к учебе. Когда девочки повзрослели и необходимо было поступать в институт, Тома с удовольствием училась и поступила на биолога. А Таня, несмотря на то, что отец ей рекомендовал поступить в медицинский вуз, она отказалась, так как считала, что это ей не близко. У Тани родилась дочь от нелюбимого человека, и потом, когда она все-таки встретила мужчину, которого полюбила и решила родить ребенка, то случилось так, что она погибла. И отец помочь ей не мог, так как она находилась далеко от него. После смерти Татьяны у Кукотских на руках осталась маленькая внучка Женя. В связи с заболеванием Елены она иногда думала, что Женя – это не внучка ее, а то, что это Танечка. Как бы она возвращалась в прошлое. Казус Кукотского заключается в том, что, несмотря на то, что Кукотский достаточно выдающийся гинеколог, но женщины, которые близкие ему, они все имеют какие-то заболевания, которые он, несмотря на свой дар и свой опыт, излечить у них не может. Книгу можно почитать людям, которые в какой-то степени, может быть, немножко потерялись по жизни, и которому нужно понимание того, что мы сами творцы своей жизни. И то, как мы смотрим на проблемы, так они к нам и поворачиваются. Жене было уже два года, когда она появилась в жизни Павла Алексеевича. И была она красивым и ласковым ребенком, доброжелательным и доверчивым. А эта крошка была почти совсем никакая. Она не завоевывала сердце деда. Ей просто-напросто от самого рождения дана была власть над Павлом Алексеевичем. И он наслаждался, сидя рядом с ее корзинкой, помогая Тане купать ее, касаясь красных нехоженных ножек. Это было чистое природное чувство, не нуждающееся ни в оправдании, ни в объяснении. И в этой точке открывалось, что любая педагогика есть бред и холодный рационализм. И когда начинается педагогика, отступает природное чувство, глубокое животное чувство любви к детенышам, самое низкое из всех высоких чувств. Людмила Улицкая, Казус Кукотского. Рекомендую.